Ширить те дороги, по которым ходят люди. Фото. Джоу Тиньхэ. Все статьи автора. Из номера 041 за 14 июня 2019 года опубликована полночь 14-14 июня 2019 года. Версия для печати отправить по почте. На протяжении 18 лет Шанхайская организация сотрудничества росла динамично и в правильном направлении. Шанхайская организация сотрудничества, ШОС, в июне в столице Кыргызстана Бишкеке отмечает свое 18-летие. На протяжении 18 лет молодая организация росла динамично и в правильном направлении. К шести странам-основателям ШОС Китаю, России, Казахстану, Таджикистану, Кыргызстану и Узбекистану в 2017 году присоединились Индия и Пакистан. В настоящее время ШОС насчитывает 8 государств-членов, 4 государства-наблюдателя, 6 государств со статусом партнер по диалогу. За 18 лет развития она стала крупнейшей в мире региональной организацией и охватывает 3 пятых площади Евразии и почти половину населения Земли. От момента создания ШОС объем торговли между Китаем и другими государствами-членами ШОС увеличился более чем в 20 раз, с 12 миллиардов долларов США до 255 миллиардов долларов к концу 2018 года. Сегодня ВВП стран ШОС составляет более 20% мирового. Как ШОС достигла таких успехов? По мнению экспертов, ключ к беспрецедентному развитию организации заключен в ее названии, в слове «сотрудничество». ШОС уже стала одним из ведущих поборников мультилатерализма на международной арене. Именно сотрудничество помогает ШОС стать более процветающей и привлекательной для других стран мира. За 18 лет Китай стал второй по величине экономика в мире, Россия показала явную тенденцию возрождения национальной экономики, а ВВП Кыргызстана вырос в 4 раза. Эти успехи являются плодами неустанных усилий участников ШОС. Получив существенную и ощутимую выгоду от двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках организации, в последние годы страны ШОС решили делать больше для укрепления взаимодействия. В сентябре 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу экономической пояса «Шелкового пути», которая сразу же получила позитивный отклик стран ШОС. Почти все участники ШОС расположены вдоль маршрута пояса и пути, активизация двустороннего и многостороннего прагматичного сотрудничества стала их естественным выбором. В рамках пояса и пути государства члены ШОС активно содействуют упрощению процедур торговли, неуклонно развивают двусторонние инвестиции и укрепляют взаимодействие в области экономики и торговли, совместными усилиями занимаются реализацией ряда инфраструктурных проектов, таких как автомобильные и железные дороги, туннели, проекты в сфере электроэнергетики. Главный экономист исследовательского центра IHS Market по Азиатско-Тихоокеанскому региону Раджив Бесваз отметил, что саммит ШОС служит новой и важной платформой для установления двустороннего сотрудничества и укрепления взаимодействия между развивающимися странами. В ходе Циндауского саммита ШОС, прошедшего в июне прошлого года, Китай предложил строительство образцовой зоны регионального торгово-экономического сотрудничества для стран ШОС в Циндау. Она привлекла 40 масштабных китайских и иностранных проектов сотрудничества, сформировав кластеры производства в сфере высококачественного оборудования, биомедицины и Т.П. Ожидается, что к 2022 году удвоится годовой объем импорта и экспорта, совокупные двусторонние инвестиции, оборот по контрактам с иностранными подрядчиками и двустороннее трудовое сотрудничество между центральным районом образцовой зоны и странами ШОС. К концу 2018 года Китай создал семь зон торгово-экономического сотрудничества государственного уровня на территории государств-членов ШОС. Общий объем инвестиций в страны-участницы организации превысил 86 миллиардов долларов. Сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, строительство инфраструктуры стали приоритетными областями сотрудничества. Как заметили местные аналитики, в то время как Китай и другие страны ШОС выигрывают от мультилатерализма, экономика США страдает от протекционизма. В прошлом году Вашингтон ввел серию протекционистских тарифов на импорт из многих стран, включая его традиционных союзников, под предлогом защиты национальных интересов. Данные, опубликованные Министерством торговли США, показали, что в четвертом квартале 2018 года рост ВВП США замедлился, увеличившись лишь на 2,2%, что значительно ниже прогноза. Согласно опросу Американской экономической ассоциации, темп роста экономики США продолжит замедляться в нынешнем году. В начале мая прошлого года более 1100 экономистов, в том числе лауреаты Нобелевской премии по экономике и экс-советник президента США по экономике, совместно отправили послание в адрес президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и в Конгресс, предупредив об опасности протекционизма и возможности повторения Великой депрессии 30-х годов минувшего века. Сталкиваясь с увеличением односторонних и протекционистских мер, страны ШОС тверже выступают за мультилатерализм. Генсекретарь ШОС Владимир Норов недавно отметил, что государства-члены организации не допустят фрагментации международных торговых отношений и торгового протекционизма в любых формах. На самом деле, экономические показатели уже подтвердили эффективность решения стран ШОС. Международный валютный фонд слэш и МВФ слэш в своем апрельском докладе о состоянии мировой экономики снизил прогноз роста мировой экономики на 2019 год до 3,3%, при этом повысив прогноз для Китая до 6,3%. Агентство Associated Press отметило, что экономика Китая в первом квартале оставалась стабильной, а стабильный экономический рост и спрос на импорт помогут стимулировать глобальную экономическую активность. Товарооборот России и Китая в 2018 году побил исторический рекорд, превысив 100 миллиардов долларов. В том же году наблюдался значительный рост товарооборота между Китаями и Центрально-Азиатскими странами-членами ШОС. По прогнозу, в этом году эта тенденция роста продолжится. Сохраняется и тенденция развития мультилатерализма. На фоне замедления роста мировой торговли объем торговли между государствами-членами ШОС увеличивается несколько кварталов подряд. Как заявил председатель КНР Си Цзиньпин, шире те дороги, по которым ходят люди. В течение 18 лет страны ШОС старались путем сотрудничества расширять пути к процветанию, безопасности и открытию потенциала, в результате чего каналы торговли постоянно расширялись, что позволило капиталу и товарам свободно перемещаться между странами. Хотя ШОС еще молода, она многому научилась у своих участников и партнеров. ШОС готова делиться полезным опытом и всегда рада успехам других. Развитие мира требует такого, как у ШОС, позитивного подхода от всех сторон процесса.